Ну, короче, чуваки, лизардии нужно, блядь, спортивным темпом приумножать могущество, вот. Я долго думал, блядь, какой бы новый формат, новую рубрику открыть, что-нибудь новое и такое, что люди бы в товарных количествах употребляли в пищу, да. Но однозначно, что, блядь, выкладывать вот нарезки про йогу, блядь, это не самая лучшая идея, да, про ритуалистику снимать, это, конечно, вот, элите надо это всё, да. Элите это, возможно, от меня надо. Я бы вам много ещё чего интересного мог рассказать по религии, там, по фэншу и тому же самого, но, к сожалению, это не что-то такое, что приумножает могущество. Поэтому, чуваки, экспериментальная рубрика, она, конечно, такая экспериментальная, блядь, уже миллион раз так делали, но тот же самый с стороны Снел Кик так делал, то есть, это самое, контент в лучших традициях, блядь, Снел Кика, то есть, сидение, смотрение того, что находится в тренде, и бомбление перед оком по поводу того, какое говно в тренде. Я так и думаю, назвать это шоу называется «Говно в тренде». Вот, и где я просто сижу, смотрю всякую хуйню из трендов, и рассказываю о том, какое это говно, блядь. Вот, очень высокодуховный и интересный контент, вот, это такой метамодерн, то есть, люди приходят, то есть, это люди, которым, короче говоря, не нравятся тренды, будут приходить сюда, чтобы смотреть эти тренды и чтобы слушать о том, какое это говно. Вот, вместо того, чтобы смотреть что-то неговёное, да. Вот, очень интеллектуально, короче говоря, очень интеллектуально, ну, блядь, понимаете, это самое, я полностью вот осознаю дебильность вот этого формата, полностью осознаю, но вот у меня что-то есть ощущение, что это зайдёт, потому что, блядь, я не знаю, я загибался. Я загибался, короче говоря, вести себя с аудиторией так, как будто бы она очень умная, вот, и понимает, и врубается, короче говоря, во все вот эти вот вещи, да, что, блядь, вместо того, чтобы сидеть смотреть видосы про то, что какой-то контент говно, можно просто сидеть смотреть контент, который не говно, да, прекрасно себе, но, к сожалению, блядь, почему-то люди не доходят до этой идеи, им нравится просто, видимо, просто смотреть на то, как кто-то кого-то обсирает, блядь. Вот, я тоже умею кого-то обсирать, мне для этого вообще не нужно прикладывать никаких усилий, короче говоря, и сегодня я сниму после работы экспериментальный выпуск шоу, которое называется «Говно в тренде». Но, кстати, давайте подумаем с вами, может быть, этому шоу можно придумать какое-нибудь более интересное название, вот, потому что я не знаю, вот «Говно в тренде», можно ли вообще для рубрики придумывать, можно ли вообще так рубрику называть «Говно», слово «Говно», оно вообще легально на Ютубе или нелегально, вот, я не знаю. Но вроде бы легально, вроде бы «Махоун» это слово в заголовках юзает, значит, и я могу. Окна Овертона он уже подвигал, так что всё нормально, вот. Вот, вот, к сожалению, блядь, вот так, я заебался вот от этих вот видосов, которые сто просмотров набирают. Мне нужно, короче говоря, как-то делать так, чтобы лизардия становилась великой и могущественной, потому что, в конце концов, я, блядь, хочу, короче говоря, сделать Ютуб своей работой, потому что я заебался работать на своей, по своей основной работе, я уже, блядь, не могу просто, блядь, у меня уже руки, блядь, отсохли уже просто этой хренью заниматься, и я чувствую, что, блядь, вот, сука, я могу просто сидеть, бомбить на камеру по поводу того, что, блядь, всё говно, блядь, и это будет приумножать могущество. Я до последнего не хотел этого делать, я до последнего сидел на всех срал, кто так делает, и в итоге сам иду так делать. Метамодерн, чуваки, я не знаю, блядь. Но я, хотя бы в отличие от всех остальных, честно вам в этом признаюсь, что, да, я совершаю такое самопредательство, но потому что, блядь, не знаю, мне, сука, могущество нужно приумножить, я не могу, блядь, уже всё, пиздец, приехали, короче говоря. Ну, к сожалению, вот такая хуйня. Но, господа элитные, не это самое, настоящий я, настоящий, без всякого говна, без всякого вот этого, элитный канал всегда будет для вас. Никогда не будет такого, что элитный канал скатится во что-то, короче, мейнстримное, блядь. В конце концов, Лизардия всегда была такой, что делилась на два, короче говоря, лагеря. То есть, Лизардия для плебеев и Лизардия для элиты. Так что, господа элитные подписчики, я про вас помню. И, на самом деле, вот, я, вот, всё это время, пока существует Лизардия, я в первую очередь на элиту работал, и только в последнюю очередь на плебеев. Ну, сука, надо поработать на ебучих плебеев, блядь. Ну, и как-то их потом в касту элиты трансформируют. Ну, не могу я уже, блядь, сука. К сожалению, блядь, я не могу... Мне не хватает маны для того, чтобы, знаете, тут нашаманить что-то такое, чтобы весь мир подстроился под меня, блядь. Приходится, блядь, сука, прогибаться под изменчивый мир, блядь. Но это ничего, мы миру ещё отомстим, мы миру отомстим, и когда Лизардия станет великой, мы устроим Факт-За-Систем, и устроим высокодуховное показывание жопы, короче говоря, такое, чтобы все охуеют. Но для начала нужно прикормить аудиторию. Вот, Факт-За-Систем будет, и не забывайте о том, что нужно, короче говоря, варп-двигатель вообще-то строить, да, вот эта вся фигня. Вот обязательно нужно это всё делать, и это всё будет. Вот, спасибо вам за то, что всё ещё остаётесь со мной и смотрите эти уродские видосы, записанные через жопу на телефон. Вот. И вообще, короче, всех вас люблю. И слава Стане в натуре, чуваки.